Если вы хотите узнать, чего стоит найти и сохранить любовь, посмотрите это. Вы любите свою жену? Да. Попробуйте доказать это. Можно ли измерить ваши чувства, например, цифрой? Тогда назовите число, которое даст мне понятие об этом. Ведь вы же не любили ее в момент вашей первой встречи, а теперь любите, верно? Вы можете назвать конкретный день, когда пришла любовь. И вот у вас нет ответа, но это не значит, что любви не существует. Просто ее легче доказывать, когда она уже пришла, согласны? С лидерством то же самое, его суть в постепенном преображении. Приведу в сравнение спортзал. Вы впервые идете в спортзал и усиленно тренируетесь. Возвращаетесь домой и в зеркале видите что? Ничего. И после следующей тренировки вы опять ничего не увидите. Разве не так? Но если результат нельзя увидеть сразу, можно ли быть уверенным в неэффективности занятий? Стоит ли бросать тренировки? Если вы делаете так, значит вы просто сдаетесь. Так не должно быть. Заставьте себя двигаться дальше. И вот вы соблюдаете режим и упорно выполняете все упражнения. Ваше старание постепенно вознаграждается. Вы даже можете позволить себе кусочек торта. Он не сможет навредить вам, ведь вы сильнее обстоятельств. Продолжайте тренировки и вы увидите результат. Неожиданно, внезапно, быстро. Я знаю это. Соотношениями происходит все так же. События и их интенсивность не так уж и важна. В основе успеха, постоянства и целеустремленности вы привычно посещаете стоматолога два раза в год и чистите зубы два раза в день. Что вам дает эта привычка? Только то, что вы ежедневно тратите около четырех минут на чистку зубов. Но результат-то есть? Регулярность – это основа. Одна тренировка в спортзале, сколько бы она ни продолжалась, не вернет вашу форму. А вот ежедневные тренировки по 20 минут легко восстановят вашу форму. Можно ли в одной части стать лидером? Давайте проведем двухдневный семинар, покажем вам презентации, дадим послушать выступления спикеров, раздадим сертификаты и бац! Вы уже лидер! Верно? Важно посещать стоматолога дважды в год, но это проще, чем ежедневно чистить зубы, соблюдая неукоснительно этот нудный ритуал. Ваша женщина любит вас не за подарки. Она оценит вас за то, что вы уделяете ей свое время ежедневно, постоянно, всегда. Она любит вас за то, что вы заботитесь о ней, даже когда она этого не просит. Она влюбилась в вас, потому что когда у вас был прекрасный день, а ее день совсем не удался, вы не говорите ей, да-да, конечно, но давай я расскажу тебе о том, как прошел мой день. Вы садитесь и выслушиваете ее жалобы, забывая о том, что у вас-то все хорошо и даже отлично. Да, она любит вас за это. И не важно, в какой день пришла любовь, важно, что она теперь с вами ежедневна. И теперь она постоянно думает, я люблю его, и вы также думаете о ней. Вы согласны со мной? Так вот, лидерство работает точно так же. Здесь нет понятий внезапно и сразу. Это скопление множества составляющих, которые сами по себе безобидны и бесполезны. Они в прямом смысле бесполезны. Однако люди замечают все мелочи, даже незначительные. Это и ежедневные пожелания доброго утра людям. Это прямой взгляд в глаза собеседнику. Это уверенные движения и спокойное лицо. Мой друг Джордж, генерал морской пехоты, рассказал мне, что если лидер спрашивает, как ваши дела, значит, его действительно интересует этот вопрос. Очень часто на бегу мы спрашиваем знакомых, как ты, и не дожидаясь ответа, спешим дальше. Лидер так не делает. Если вы задаете вопрос, значит, должны выслушать ответ. Вот это и есть бесполезные мелочи, которые помогают вам стать лидером. И вот вы говорите, я люблю свою работу. Не просто мне нравится моя работа. Потому что это значит, что задания интересны, и мне просто нравятся люди на работе. А я люблю свою работу и хочу работать только здесь. Я предан этим людям, и я люблю их. Для меня они как вторая семья. В бизнесе у нас есть коллеги и сотрудники. Они должны быть как братья и сестры. Так нужно думать друг о друге. И если у вас действительно сильная корпоративная культура, думайте друг о друге, как о братьях и сестрах. Не просто «да, мы как одна семья». Нет, братья и сестры. Можете спорить, но любовь никуда не денется. Можете отстаивать свое мнение, иногда даже ссориться, но любовь никуда не денется. Да, я могу драться со своей сестрой. Однако, если ей будешь угрожать ты, тебе придется иметь дело со мной. Мы можем драться и ссориться между собой. Однако, мы не причиняем друг другу вред. Но, если появится угроза извне, тогда вы столкнетесь только с единым целым. Братья и сестры. Но что может из чужих людей сделать братьев и сестры? Общие взгляды, общие ценности или родители – ваше руководство, которые заботятся об успехе своих детей. Те, кто растит своих детей, дает им новые навыки, получает их. Если это необходимо, воспитывают в них уверенность в себе, чтобы они могли достичь того, что вы сами никогда не могли бы даже и представить. Это и есть лидерство. Это абсолютная любовь и преданность людям, которые посвятили всю свою жизнь этому предприятию. Простым людям. Вам знакомы ощущения после хорошей тренировки в спортзале и после обильной, вкусной, но жирной и вредной еды? Только вы точно знаете, что хорошо для вас, а что нет. Даже если еда очень вкусная, она доставляет радость только пока вы за столом. И в этом суть проблемы краткосрочных достижений. Они хороши только некий короткий период времени. Люди умеют ощущать, и эти чувства не обманешь. Это самосознание, которое всегда с нами. Это подобное чувство юмора. Ведь оно отличает человека от животного мира. Так и с ощущениями. Люди инстинктивно чувствуют, кому можно доверять, а кому нет. Иногда мы говорим, да, результаты хороши, но я бы ему не доверял. И можем разрушать свои внутренние барьеры, доверяя ей своих детей, деньги и все. Во всем мы полагаемся на свои ощущения. Но можно ли это измерить? Знаете, я был удивлен, но оказывается, мы не созданы для населения больше, чем 150 человек. Это называется число Данбара. Роберт Данбар, профессор Кембриджского университета, представил теорию о том, что наше окружение, с которым мы сами хотим взаимодействовать, не может превышать число 150. 150 людей и все. Это определяется просто. Вы сидите в баре, куда заходит множество людей. Вы каждого позовете за свой столик? Нет. Почему? Потому что они не входят в ваше число 150. И все же почему? Попробуем разобраться. Существует два ограничивающих фактора. Первый – это время. Если вы будете уделять хотя бы 2 минуты каждому своему знакомому, у вас не будет близких друзей. И другая причина – это память. Вы просто не можете помнить всех. А теперь вернемся к роли лидера. У вас есть компания, в которой много людей. 500, 600, 700, 1000, 2000, 5000 человек. Вполне очевидно, что вы не можете знать каждого, но как хороший руководитель говорите, «Я забочусь о каждом своем сотруднике». Но ваше ближайшее окружение – это ваше непосредственное начальство, близкие подчиненные и несколько лучших перспективных сотрудников. А остальные – те, кого вы не знаете. Они как прохожие, незнакомы вам и не заслуживают вашего внимания. Поэтому говорить «Я забочусь о каждом своем сотруднике» – это бессмысленно. Потому что, произнося эту фразу, вы подразумеваете «Я забочусь о тех людях, кого я помню по имени или в лицо». Меня заботит моя роль руководителя. И я говорю своим подчиненным, что буду заботиться о них, чтобы они, в свою очередь, заботились о тех, кто работает на них. Такая забота друг о друге – это как нейронные сети. И когда перед вами тысяча человек, вам не нужно заботиться о каждом из них. Вам нужно наладить цель взаимодействия. И тысяча человек почувствуют это. Каждый из них будет ощущать себя важным звеном в общей цепи. 150 человек смотрят на своего непосредственного лидера, на руководящего менеджера и говорят «Этот человек заботится обо мне. Это наш босс, мой босс, мой лидер. Не руководитель в общем понимании, а именно мой менеджер, мой босс, мой руководитель». Успешным лидером может быть только тот, кто обладает мужеством. И это трудно, потому что приходится бороться с давлением извне. Трудно противостоять тем, кто, невзирая на ваши интересы, пытается найти выгоду для себя. Это неблагодарно и ведет к одиночеству. Иногда вас могут уволить. Иногда вы попадаете в неприятности. Иногда вы теряете свою работу, и кто-то другой пожинает ваши лавры. Так бывает. И только лучшие лидеры имеют мужество поступать правильно, находясь под постоянным давлением. Но вот что интересно, мужество – это не какая-то тайная внутренняя сила духа. Не ищите его глубоко. В нас его нет. Мужество всегда приходит извне. Оно идет от чьей-то поддержки, которую мы чувствуем. Мужество появляется тогда, когда вы внезапно чувствуете поддержку того, кто скажет «Я с тобой, ты сможешь». Так приходит мужество. Оно не появится, когда вы одиноки. Оно приходит от людей, которые любят нас, заботятся о нас и верят в нас. И когда у нас есть такие отношения, мы сможем найти мужество и поступать правильно. Если вы поступаете мужественно, это будет мотивировать и других вашей компании поступать так же. Мужество и лидерство – это внешне, так же, как и вдохновение, верно? Твой пример вдохновляет меня. Отношения с близкими людьми не только делают нас лидерами, они еще и спасают. Спасают от депрессии, от желания бросить все, от негативных чувств по поводу своих возможностей, от неприятия вашего собственного будущего. В спасение приходит, когда кто-то просто говорит «Я люблю тебя». Спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. И сейчас, как всегда, я хочу немного рассказать об авторе данного видео, чтобы вы просто познакомились с ним. Его зовут Саймон Синок, и я лично узнал о нем буквально полгода назад, когда нам учитель по маркетингу задал посмотреть все его выступления на TED, чтобы подготовиться к тесту. Так вот, когда я посмотрел все эти видео, я был просто в шоке от того, насколько это интересный и полезный контент. Эти видео собрали огромное количество просмотров на англоязычном TED, но эти видео уже и перезвучили на русский язык, именно поэтому я решил не делать этого. Но, например, одно из выступлений Саймона Синека на TED собрало больше 10 миллионов просмотров и находится в топ-3 самых популярных видео TED. Понимаете, образовательное видео, в котором он рассказывает про принцип золотого кольца, как он работает, почему предприниматели должны на это обращать внимание, собрало 10 миллионов просмотров в образовательной, в неразвлекательной нише. Это какой-то просто феномен, и Саймон Синек является очень известным, популярным, мотивационным спикером, писателем, консультантом, предпринимателем. Это действительно очень интересная личность, именно поэтому я, собственно говоря, и решил переозвучить это видео. Итак, как я уже говорил раньше, мировую известность Саймон Синек получил именно благодаря этому видео, в котором он рассказывает про золотое кольцо. Это очень простой принцип, это диаграмма, на которой изображено три круга, и в которой каждый круг вписан друг друга, и есть всего три слова. Почему, как и что? По мнению автора, любой бизнес должен понимать, что он делает, зачем он это делает и как он это делает. Он приводит в пример самые крупные компании, самые успешные компании, такие как Apple, и рассказывает, как благодаря данному принципу компании смогли обогнать всех своих конкурентов и стать номер один в своей нише. Майкл Синек написал несколько книг про лидерство, менеджмент. Некоторые из них стали бестселлерами в Америке, в Англии и во многих других странах. На данный момент он живет в Нью-Йорке и преподает в Колумбийском университете. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то поставьте лайк. Я очень много работал над тем, чтобы это видео вышло. Напишите комментарии с критикой, либо с хорошими пожеланиями. Я всегда стараюсь читать ваши комментарии, иногда отвечаю. Я стараюсь прислушиваться к критике и улучшать свой контент. На сегодня это все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok